Сколько на елочке шариков цветных? Ответ много. Каждой ручной работы по индивидуальным творческим рецептам. На еловых ветвях игрушки одинаковой формы, но разнообразного содержания. Шары с корпоративной тематикой и символикой, расписанные красками, фломастерами и карандашами, украшенные блестками, бисером, бусами и кедровыми шишками, с бантами и без, улыбающиеся, снежком припорошенные, сделанные талантливо и с душой. Атмосфера, которая была создана у нас в семье, когда я готовила этот шар, она просто непередаваемая. Дети тоже были подключены к процессу, они приносили мне гирлянды, мы примерялись с ними. Наше творчество совместное, оно очень зарядило на новые позитивные эмоции. Немного новогодней математики. 119 работников компании изготовили 146 шаров. Эстетическое удовольствие получили все присутствующие, а призы 83 конкурсанта из Нового Уренгоя, Ямбурга и Новозаполярного. Пусть работа подождет, мы встречаем Новый год! Еще один яркий конкурс от первичной профсоюзной организации на лучшее новогоднее оформление кабинетов. К стандартным офисным интерьерам из письменных столов, шкафов и стульев добавились китайские фонарики, рисунки с драконами, комбинации цифр года грядущего, тематические стенгазеты и многое другое. Приемочную комиссию ждал теплый прием у камина, новогодние стишки, пожелания и угощения. Даже те, кто не заявлялся в конкурсе, все равно у них есть какой-то атрибут Нового года, елочка или мишура. Ну а те, кто заявился в конкурсе, они, конечно, готовились, это видно. То есть по сравнению с прошлым годом можно сказать, что увеличилось именно количество каких-то таких тематических спектаклей. То есть комиссии предстоит сделать очень сложный выбор. Сложный выбор делали в следующих номинациях. Лучшее украшение кабинета, лучший творческий номер, лучшая стенгазета, лучший символ 2024. Оценивался праздничный дизайн, креативность и артистизм. Праздничные подарки получили победители, а все остальные – праздничное настроение. Виктор Курмачев, Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новоуренгой.